Здравствуйте! Это программа «Городские встречи» в студии Валерия Седов. 17 сентября свой профессиональный праздник отмечают хирурги, по сути, главные архитекторы человеческого тела. Насколько сложна эта работа стала сейчас? Какие методики променяют современные хирурги? И как сильный итоговый результат зависит от наличия качественного оборудования? Поговорим сегодня с главным пластическим хирургом Министерства здравоохранения Рязанской области, врачом-хирургом высшей квалификации Владиславом Ивановым. Здравствуйте, Владислав Валерьевич! Здравствуйте! Вы заведующий отделением общепластической и реконструктивной хирургии в БСМП. Расскажите, какие операции там сегодня проводятся? Ну, что, если говорить в общем, то мы, в принципе, делаем все операции, которые делаются в мире по данной нашей специальности, включая одни из самых сложных, реконструктивных и кончая до банальности простых. Одно из важных направлений, как вы сказали, это пластическая хирургия. Давайте остановимся на этом. Ну, пластическая хирургия – это одно из направлений нашей деятельности. Оно связано с тем, что мы занимаемся реконструкцией или восстановлением утраченного, да, например, рак молочной железы, реконструкция молочной железы, да. Идет сейчас спецоперация, к нам обращаются некоторые наши друзья и товарищи. В частности, вот одного бойца восстановили практически полголовы. Недавно писал пресс об этом, дали нам грамоты. То есть, такие сложнейшие операции тоже делаются. Что касается эстетики, делаем все, кроме первого носов. Это больше относится к лор-специальности. Второе – ногтей и волос. И третье – это мы не занимаемся пластикой у детей. То есть, ногти, волосы и носы, и дети – это не наша специальность. Со всем остальным можно обращаться к нам в клинику и, думаю, мы вам поможем. Одно из важных направлений – это хирургическая коррекция возрастных изменений. Это ведь тоже пластическая. Давайте на этом остановимся. Ну, хирургическая коррекция возрастных изменений – это является одним из основ, на котором и взошла эстетическая медицина. Здесь есть две тенденции. Первая – это красиво стареем в своем возрасте. То есть, убираем те изменения, которые происходят с течением времени. Отменить нас не украшают. Это раз. Вторая тенденция – это выскакиваем у своего возраста и радикально молодеем. Кто-то не может радикально помолодеть на 20 лет и станет и становиться ровесницей своим детям. А вот кто-то, наоборот, это востребовано. То есть, и тот, и другой подход, он реализуем, востребован, одинаково нами уважаем. И мы применяем и тот, и другой подход, и те, и другие операции в нашей клинической работе. Сколько длится восстановление после таких операций? Восстановление после таких операций, синяки, отеки, так же, как на других частях тела, это 10-14 дней, после чего они начинают спадать. Реабилитация зависит от многих причин. От того, как вас подготовил терапевт. От того, как вы проводите послеоперационную реабилитацию под контролем косметолога или реабилитолога. Еще целого ряда причин, например, соблюдение рекомендованных мероприятий, прием препаратов, ношение компрессионного белья. Очень зависит также от погоды, лета, зима, осень или весна. И, естественно, от психоэмоционального настроя. А помимо пластической хирургии у вас также проводятся и лапароскопические операции. Давайте расскажем нашим зрителям, что это такое. Ну, я вышел, в принципе, из общей лапароскопической хирургии. Знаменитая лапароскопия УКБ. Все лучшие тенденции и все то лучшее, которое было, здесь у нас полностью реализовано. Практически все лапароскопические вмешательства, которые стоит делать у пациентов, нами выполняются. Это все операции при грыжах, включая грыжи пищеводного отверстия, диафрагмы, при заболеваниях желчного пузыря, желчевыводящих путей печени, а также всего остального, что, в принципе, может заболеть у человека. Если у вас возникает какая-либо проблема, которую вы доверите решить нам, вы можете прийти по направлению на бесплатный прием на второй этаж. Причем в нашей практике мы реализовали ту концепцию, которая востребована сегодня во всем мире. Одного обращения, одного окна, одного специалиста. Что это значит? У нас нет никаких хождений по кабинетам, у вас нет никаких хождений. Сегодня сдали кровь из вены, завтра из пальца, потом анализ мочи, потом ЭКГ, потом еще что-то, то, что сдали сначала, все устарело, и надо сдавать заново. То есть, это мы прекратили такую тягомотину. Кроме того, вы общаетесь с врачом, который будет дальше вас вести, оперировать, реабилитировать, и к которому вы можете обратиться в последующем. То есть, не будет такая преемственность в операции, после операционного восстановления, реабилитации. Это вот всемирный такой принцип, и который неуклонно в нашем отделении, он выполняется и, естественно, является востребован граждан нашего города. Чтобы такие сложнейшие операции проводить, нужно и современное оборудование. Вот каким оборудованием вы располагаете, а какого не хватает? Ну, значит, больница скорой медицинской помощи – это самое новое лечебное учреждение и оснащенное по последнему слову техники. В настоящее время действительно без оборудования ни одна операция не делается. Уж даже ветеринарные клиники все оснащены по последнему слову техники, не говоря уж про все остальные больницы. То есть, у нас есть все необходимое оборудование для выполнения высокотехнологических вмешательств. Лазеры, различные электрохирургические блоки, ультразвуки, полностью оборудованная, оснащена достаточно диагностическая база. Но кроме того, что есть оборудование, у нас есть тут персонал, который может эффективно, правильно, рационально это все использовать. Потому что железяка остается железякой до тех пор, пока ее не включат в сети, они не начнут правильно использовать. Вот это вот самое главное, человеческий потенциал, который рационально использует имеющийся весь тот массив оборудования и дает тот успех нашей клиники, которая, в принципе, уже славится на всю область. Вот как раз с этим и связан мой следующий вопрос. Как сильно успешность операции зависит от качества оборудования? Да, вы знаете, практически наполовину. То есть, 50% это образование грамотности в белой руке врача. А вот сочетание с умной головой, потому что хирургия – это не только рукоделие, но это умная мысль, так говорится, в светлых руках. И вторые 50% – это оборудование. Настоящие операции на коленке, естественно, не сделаешь. Все те технологии, которые мы применяем лапароскопические, это крайне дорогие технологии, дорогостоящие, требуют современного оборудования, высокотехнологичного оборудования. Все те блоки, с помощью которых ткани разделяются, сшиваются, это также дорогостоящие высокотехнологичные оборудования. Помимо всего вышеперечисленного БСМП, это также и база Рязанского государственного медицинского университета. Давайте остановимся на этом. То есть, там проводится и обучение. Да, естественно, что это крупнейшая, одна из крупнейших больниц нашего города, где обучаются студенты. Это наша будущая смена, которая видит все те технологии, видит то оборудование, видит те организационные подходы в лечении и реабилитации больных, видит тех людей, которые они реально видят и слышат по телевизору, могут с ними непосредственно общаться. Они приходят к нам на клиническую практику, они проходят теоретическое обучение на базе кафедры, располагающихся в нашей клинике. Естественно, живое общение с пациентами никогда не заменит той газетной, той интернет-информацией, книг, то есть и основа обучения врача – это все-таки живое общение, видение тех механизмов и тех, скажем, процессов, которые лежат в основе лечебного процесса. И давайте проговорим для наших зрителей, которые захотели попасть к вам или к вашим специалистам на прием, куда им следует обращаться. Ну, здесь ничего сложного нет, у нас единый телефон, вот 600-003, вы звоните, кто я, что я и для чего. «Здравствуйте, я Сидоров, я пациент, у меня болит желчный пузырь». Да, и дальше вас запишут специалистам, объясняют и скажут, куда, когда и как прийти. Только когда вы звоните, нужно очень четко формулировать свою задачу. Кто я, что я, для чего. И будет такой же конкретный ответ на все ваши вопросы. А, и для желающих провести пластическую операцию те же самые рекомендации. Все те же самые рекомендации, тот же самый телефон. «Здравствуйте, я Сидорова, я пациентка, я хочу сделать восьмой размер груди. Вас запишут, и вы придете в установленный день, к записанному времени мы проконсультируем, и слава богу, наверное, мы вас, может быть, разочаруем, что восьмой размер делать не нужно». Владислав Валерьевич, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова